Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами, и это очень ко времени, потому что осеннее время как раз после уборки урожая очень способствует развитию той темы, о которой я хочу с вами поговорить. А поговорим мы с вами об улучшении состояния почвы. Почвы, с которыми сталкиваются, на которых находятся огороды наших зрителей, очень-очень разные. Но наиболее проблемные почвы, это, конечно, легкие песчаные. Легкие песчаные почвы очень сильно промерзают, в них не связываются, не задерживаются минеральные подкормки, которые мы вносим. В них не задерживается влага, растения страдают от засухи, в них нарушен и воздушный режим, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, такие почвы должны постоянно-постоянно улучшаться. Какие же существуют приемы для улучшения почв? Надо помнить, что радикально изменить состояние легких песчаных почв можно только в случае изменения их такого гранометрического состава. То есть первое, с чего надо начать для радикального улучшения почв, это вносить туда глину, вносить более плодородную почву. Но не всегда получается выполнить это мероприятие, потому что это технически бывает сложно. Если во все округи такие почвы, сезона такая с легкими почвами, с песочком, откуда же взять эту глину? Не покупать же ее в строительном магазине или что-то еще? В этом случае на помощь приходят такие почво-улучшители, как гипс и доломитовая мука. Гипсование почвы, кроме того, что спасает наше растение от избытка натрия, и это очень важно для тех, кто увлекся содовыми подкормками, по таким неграмотным советам некоторых блогеров интернет-ресурсов, там журналов каких-то, то гипсование почв является также очень хорошим этапом улучшения, в связи с тем, что оно улучшает связываемость этих почв, улучшает накопление влаги, делает их немножечко тяжелее. Для гипсования необходимо вносить хотя бы стакан гипса или фосфогипс, если фосфогипс, то вам вообще повезло, а если просто гипс, то тоже очень хорошо. Стакан гипса под легкое рыхление или перекопку, это будет очень хорошо. А одновременно с этим не лишнее делать также и внесение доломитовой муки. Доломитовая мука является источником кальция, является источником магния для наших растений, и являясь такой мелко структурированной субстанцией с маленьким размером частиц, она также способствует хорошему влагоудержанию. После того, как вы что смогли, то сделали, необходимо приступить к насыщению вашей почвы гуминовыми веществами. Гуматы – это та составляющая почвы, которая способна непосредственно связывать почвенные частицы, разбухать, накапливать влагу и создавать благоприятные условия как для развития растений, так и почвенные биоты, то есть макро- и микроорганизмов, и дождевых червей, и полезные там более макрофлоры, и микрофлоры тоже. Конечно же, для такого быстрого, легкого пути необходимо использовать различные гуминовые удобрения. Это оксидат торфа, но, конечно, гидрогумат выигрывает во всех отношениях. Гидрогумат способен намертво, ну, условно намертво связывать калий, аммоний, другие полезные катионы, которые мы вносим в виде удобрений, и не отпускать их, чтобы они не вымывались в грунтовые воды, не засоряли, не загрязняли наши колодцы. Но, конечно же, гуминовые удобрения очень хорошо, но в то же время эти же гуматы вы можете формировать в почве и самостоятельно. Гуматы получаются в результате различного разложения всевозможной органики. Это очень хорошо. Вы можете внести большое количество листового опада сейчас по осени, всевозможного листового опада, как можно больше в вашу почву. Внесите солому, внесите обрезанные ветки, внесите обязательно опилки, ну, абсолютно все растительные остатки, без исключения, которые у вас только формируются в огороде. Вносите обязательно кухонные отходы, любую абсолютно органику, которая будет в процессе разложения образовывать гуминовые вещества и связывать вот эти песчаные частицы между собой и формировать комковатость почвы. Это очень и очень хорошо. То есть, среди всех гуминовых удобрений отдайте предпочтение гидрогумату и обязательно, обязательно под перекопку вносите, вот сейчас, осенью, внесите большое количество органического вещества. Вот вы внесли гипс, вы внесли доломитовую муку, вы внесли обязательно древесную золу, вы внесли всевозможные растительные остатки, сорняки, ну, все-все-все, о чем я сказал, кухонные отходы и так далее. Конечно, органические удобрения в виде навозов, компостов и так далее. Все это внесли в почву и под перекопку, как следует перекопали, и с этих пор, как вы вот это все внесли, пожалуйста, забудьте на песчаных легких почвах о перекопке. Потому что каждый раз, когда вы копаете землю, вы нарушаете процесс склеивания вот этих вот почвенных частиц и структурирование почвы нормально не происходит. Вот после того, как вы сделали вот такое радикальное внесение в почву органики и вот этих вот минеральных субстанций, вы, пожалуйста, больше никогда не копайте. Вся обработка почвы должна дальше заключаться в легком рыхлении, внесении тех же удобрений, тех же компостов, всего-всего-всего остального под легкое рыхление. Основной уход за почвой на песчаных землях должен заключаться в постоянном толстом мульчировании. Внесли сейчас вот у кого, кто не хочет уже копать, кто уже что-то сделал со своими песчаными почвами, когда-то внес глину, когда-то обогатил ее уже минеральным компонентом, положите листву, чтобы листву эту не раздуло, положите сверху еще солому. Навалите сверху на все это добро различные сорняки, там стебли, кукурузу, ну все-все-все, что у вас есть потяжелее. И так оставляйте на зиму. После этого делайте легкое рыхление, ну максимум легкая перекопка на полштыка лопаты, но не более. И высаживайте все растения, потому что за зиму все это хорошенько перепреет. Кроме того, сидераты должны стать вашим правилом. Осенью обязательно делайте сидерацию, потому что это будет защищать песчаные легкие почвы от эрозии ветреной и водной. Поэтому почва никогда не должна оставаться голой. Это закон. Как только почва голая, вот после того, как вы убрали урожай, сразу же заваливайте ее растительными остатками или засевайте сидератами. А можете делать и то, и другое, но только без фанатизма, чтобы сидераты могли пробиться. Очень важно, когда вы высаживаете растения в лунки, ну например, рассаду, вы можете непосредственно в лунку укладывать различные влагоудерживающие компоненты. Я уже как-то на канале рассказывал про бентонит, про бентонитовые глины. Они продаются в виде наполнителей для лотков, для кошек. И даже небольшое количество, буквально столовая ложечка, например, под растения томата или огурца, рассыпанная, перемешанная с грунтом, на дно в значительной степени улучшит водный и воздушный режим связывания всего того питания, которое вы кладете в процессе выращивания растений, тех подкормок. Кроме того, ну и нет у вас бентонитовой глины. Что делать? Наш канал отличается тем, что предлагает вам много различных вариантов, каждый которому и по карману, и по доступности. Возьмите обыкновенную бумагу, картон, что-то еще, салфетки, ветошь, хлопчатобумажную ветошь, шерстяную натуральную ветошь. Возьмите, устелите вот этим вот дно лунки обязательно, подсыпьте землю и высаживайте туда растения. Это тоже будет очень хорошим влагоудержанием. А если удерживается влага, значит, создаются благоприятные условия для корней, для червей, для развития растений, для увеличения их массы, масса их корней. Корни останутся, обогатят впоследствии вашу почву гуминными веществами. Пойдет такой вот цикл, замкнутый цикл, который будет благоприятствовать оккультуриванию этих почв. Конечно, очень быстро вы песчаные почвы не превратите в чернозем. Но поступательными такими действиями ежегодными вы вполне можете превратить песчаные, даже песчаные почвы в плодородный и замечательный огород. На этом я прощаюсь с вами. Не забывайте об этих природных натуральных методах улучшения плодородия почвы. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok